Вода уходит, обнажая корни деревьев. Так мог начинаться сюжет о том, что опи мелеет. Пока катастрофы нет. Хотя периодически река и преподносит сюрпризы. В прошлом году суда речпорта не смогли зайти в затон на зимовку. Воды было очень мало. Вода у нас как бы регулируется, ну во-первых, температурой, то есть во-первых, дождями, это во-вторых уже. И уровень воды естественным образом к концу навигации, август месяц, сентябрь падает очень сильно. Даже на несколько метров. То, что год от года разное количество воды, кто страдает, а вот наши уважаемые речники. Для них важно, понимаете. А для остальных людей чуть выше, чуть ниже уровень. Как настоящий ученый Владимир Кириллов относится философски к колебаниям в несколько метров. Спады и подъемы объясняет динамикой реки. Весной за счет таяния снега уровень растет. Водосборный бассейн у реки Аби 3 миллиона квадратных километров. Это две Монголии или одна Якутия по площади. Вот это такой большой-большой участок суши, с которым вода стекает в реку. Есть многолетняя динамика. И объем этой воды может меняться до 10%. А если весной добавить дожди, как было в 2014-м, река уже начинает топить. Уровни Аби фиксируют с 1933 года. Максимальный подъем был в 1969-м, рассказывает старший научный сотрудник ИВЭП Владимир Галахов. Год минимального не установлен. Вот 220 – это у нас самый-самый минимум за период наблюдений. 620 – это самый максимум наблюдений. А в этом году максимальный уровень достиг 404 сантиметров. То есть, в принципе, это среднее. Если у нас не будет дождей, то в июле, особенно в августе, в сентябре река действительно достаточно сильно обмелеет. Но опять же в пределах нормы. Проблему обмеления ученые отрицают. Говорят, у нас мало факторов, влияющих на это. Например, нет ГЭС. Зато специалисты советуют не забывать про загрязнение воды. К этому человек причастен напрямую. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.